Сложность киберспорта всегда заключалась в неопределенности позиций игроков, позиций организаторов и руководителей ведущих киберспортивных клубов. Один игрок подписал контракт на два года, а уже через неделю решил его расторгнуть. Один клуб набирает игроков по какой-либо дисциплине с громкими анонсами и уже спустя пару дней состав трещит по швам. Что-то вроде этого приключилось с датскими легендами, на которые старая фан-гвардия возложила большие надежды. Как стало известно, легенда датского и мирового Counter-Strike Дэнни Зоник Соренсен после некоторого времени игры со своими старыми друзьями в составе Mortal Teamwork решил отказаться от затеи вернуть былую славу именитому клан Тегу и сменил место действующего игрока на пост главного тренера бывших подопечных американской организации Team Salamid. Таким образом, легендарный состав MTW пока что не боеспособный, так как до конца не укомплектован. Однако помимо этой новости есть очень большой и важный вопрос. За что собираются содержать Дэнни Соренсена, Карриган и компания? Ведь услуги тренера должны оплачиваться, а как всем известно, никакой поддержки у датского коллектива нет. Здесь есть два пути развития. Первый заключается в скором анонсе нового киберспортивного дома для XTSM, а второй более глобальный. Это попытка построить новую киберспортивную организацию на просторах соревновательной сцены. Признаться честно, и то, и то реально, и вполне осуществимо. Просто потому, что заслуги у подопечных Соренсена более чем предостаточно. Ну а найти спонсоров, когда ты красуешься на всех крупнейших турнирах планеты, не составит особого труда. Поэтому, несмотря на то, что полноценных MTW нам не видать, во всяком случае в ближайшее время, мы можем стать свидетелями образования нового, не менее легендарного клан Тега. Как всегда, ждем новостей из Дании. Ну а пока мы гадаем, чем же удивит нас новогодняя Дания, Финляндия уже успела обрадовать своих поклонников заявлением на весь мир. INS eSports вновь выходят из тени киберспортивной арены. На сей раз финскую пятерку возглавит Алексий Ялли, который в свое время играл не только за INS, но и за NIP, MO Sports и многие другие именитые команды. Также в организацию вернулись Мико Сани Кемпи и Мико Ксарте Велима. Ранее эти двое выступали за команду Микс Кэт, откуда вместе с ними пришли Том Стоунт Глад и Юха Лампинен. Признаться честно, кроме Аллу толком никто не известен, однако не стоит сразу сбрасывать этих ребят со счетов. Несмотря на то, что финны время от времени выстреливали на европейских и мировых турнирах, общие результаты были не совсем утешительны. Как таковой конкуренции внутри страны никогда не было, а вот на европейском рынке финны не всегда могли составить должную конкуренцию. В любом случае образование новой команды это всегда плюс, ведь чем больше игроков, тем плотнее состав участников, даже на квалификациях. Под занавес 2015 года мы сообщали о команде Канквест из Канады, игроки которой не смогли удержать контракты с руководством и были вынуждены искать новых спонсоров для своих выступлений. Как оказалось, делать это не так уж и сложно, во всяком случае в Канаде. Уже сегодня члены X-Канквест переходят под крыло организации Optic Gaming, завоевавшей огромные популярности благодаря другой FPS дисциплине, а именно Call of Duty. Как многие знают, подобные игры пользуются огромной популярностью в этом регионе, ну а стремительно набирающая рост киберспортивная дисциплина CSGO оставит без внимания только ленивого человека, у которого есть все возможности ворваться в этот рынок, при том с полноценной командой. Но даже несмотря на всю положительную составляющую этой новости, для Optic Gaming это скорее эксперимент, чем стабильное вложение. В любом случае, все будет зависеть от результатов. Уже совсем скоро стартуют лан-финалы StarLadder iLeague и StarSeries в Минске. Тем не менее, по сообщению организаторов, первоначальный состав участников немного изменился. В связи со сменой состава, американцы из Метод не смогут посетить Минск, а на их замену приедут французы Team Envias. Такая новость для зрителей просто фантастическая, ведь приезжает именитейшая команда, которая уже на бумаге примеряет чемпионский титул. Но для остальных участников такой потенциальный и сильный конкурент это скорее проблема. Таким образом, состав команд выглядит следующим образом. Fnatic, Natus, Winsor, Titan eSports, Lumino City Gaming, G2 eSports, Team Salami, Toyo Cyberzen и Team Envias. Что еще нужно, чтобы финалы были невероятно крутыми и зрелищными? Правильно, отличное освещение, но проект StarLadder никогда не забывал о зрителях. Напоминаем, дорогие друзья, что старт финалов запланирован на 15 января. В завершении нашего очередного новостного марафона стоит обратить внимание на план одного из крупнейших киберспортивных фестивалей современности. DreamHack, или как всем полюбилось называть Dream Series, огласила свои цели на 2016 год. На протяжении последних месяцев активных зрителей CSGO буквально забрасывали анонсами. Конкуренция на рынке приносила нам новости о будущих чемпионатах ESL в Кельне, а также DreamHack в Лейпциге, Остине и дважды в год в уже традиционном юнчопинге. Чтобы привлечь как можно больше внимания и аудитории к своему детищу, Марк Винтер раскрыл контрольную сумму, которая будет выделена на все турниры Dream Series 2016 года – 1 миллион долларов. Однако эти завораживающие цифры будут поделены между всеми фестивалями в 2016 году. В любом случае, это очень важный анонс для профессионалов и для самого DreamHack, ведь чем быстрее ведущие проекты займут даты проведения в новом году, тем больше гарантий, что их фестиваль посетят самые сильные команды планеты. Ну а мы не устанем повторять Valve, давайте за International по CSGO. На сегодня у нас все, дорогие друзья, всех с наступающим Рождеством, любите киберспорт и пусть сбываются ваши самые заветные мечты. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok